Привет, друзья! Вы на канале Цветочный сад у Аленочки. Друзья, сегодня речь пойдет о лобилии, что я буду делать на данном этапе развития моего растения. Друзья, осуществляла посев в бороздке, и теперь мое растение развивается, и чтобы прикрыть корневую шейку моего растения, я буду использовать речной песок, друзья. Вот такой песочек у меня есть. Очень удобно. Можно, конечно, с двух сторон мы как бы делаем окучивание этим же грунтом, и можем прикрыть корневую шейку нашего растения. Но я этого пока делать не буду. Я сделаю это при помощи речного песка. Друзья, предварительно пролила я мой грунт фитоспорином, то есть у меня он пропитан и уже хорошо впитался. Жидкости у меня воды именно с фитоспорином нет, он хорошо впитался. И теперь что я делаю? При помощи бумажки я набираю песочка, друзья, и вот так хорошо эти бороздки я как бы присыпаю корневую шейку своей лобелии. Песок очень хорошо предотвращает развитие тоже заболеваний и появление плесени. То есть нам плесень не нужна, и от этого может быть растение наше погибло. Но так как сейчас у нас месяц январь, посевы были ранние, то есть можно столкнуться с такой проблемой, как налет на нашей рассаде. Я не только прикрываю вот так корневую шейку, а стараюсь по всему, по всей почве, по всей поверхности припорошить песочком. Друзья, если сейчас негде купить, не можете найти песок, он продается свободно в цветочных магазинах. Но я приготовила это с осени еще. По поверхности по всей я присыпала, а именно там, где лобелька моя, где всходы я посильней до семидольных листочков, стараюсь побольше насыпать песка. Вот все, что я им хотела показать, чем я сегодня занимаюсь. То есть мою лобелию я вот в таком состоянии не довожу вытягивания, а именно вот так немножко. Даже если у вас песочек попал на растение, ничего страшного. Вот так все. Вот такой уход пока что на данный момент залобили у меня на данном этапе. То есть мы прикрыли корневую шейку, наше растение будет лучше развиваться. Я пока что ее еще держу в тепличке, друзья. То есть тепличку я пока не открываю. Вот в таком состоянии у меня пока находится моя лобелия. Ну вот и все, друзья, что я им хотела показать в сегодняшнем видео. Сделайте это вместе со мной. Это будет на пользу нашим растениям. Лучше станет развиваться за счет того, что корневая шейка будет прикрыта у лобелия. И за счет этого наше растение будет лучше развиваться, не так сильно вытягиваться, так как корневая система уже у нас на какой-то стадии развития, поэтому ее надо прикрыть. Это, конечно же, по вашему усмотрению. Как я и сказала раньше, можете с двух сторон как бы окончить зубочисткой или вот так прикрыть песочком. Но я это делаю не только для того, чтобы, в первую, конечно, очередь, для того, чтобы прикрыть корневую шейку, но и также предотвратить мою почву от того, чтобы появилась какой бы лимонолет или какая бы лимонолитная плесень. Ну вот и все, друзья. Если вам мои видео чем-то интересны, полезны, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои дальнейшие видео. Кликайте под видео на колокольчик. Вам всего прекрасного, хорошего настроения. До новых встреч на моем канале. Пока-пока. С вами была Аленушка.